Здравствуйте, уважаемые товарищи! Я думаю, что представляться мне особенно не надо. Ну хорошо, сейчас придет. Тема у нас сегодня очень серьезная, с неприходящей актуальностью. Всегда в преддверии, не побоюсь этого, тем более в нашей среде, слова революции, в революционную ситуацию, идеологическая борьба в начале, перед революцией выступает как самая главная форма классовой борьбы, трудящихся за свои права. С одной стороны, а с другой стороны, конечно же, и со стороны уходящего класса, которая не хочет сдавать свои позиции и добытые капиталы. Идеологическая борьба была и остается одной из действенных форм борьбы с трудящимися. И формы классового порабощения и угнетения. Хотя, конечно, это духовный гнет, который лишь подкрепляет гнет, так сказать, материальной, физической эксплуатации. Оправдывает эту эксплуатацию или уводит просто основные массы от проблем классовой борьбы, от насущных задач революции куда-то в сторону. И это касается и 100-летней давности событий Великой Октябрьской социалистической революции. Это касается и сегодняшнего дня. Вот известно выражение, наверное, вам, что для тех, кто не делает из истории урока, она повторяется. И мы видим сейчас, что наши классовые противники повторяют те самые ошибки, которые повторяли, которые делали, вернее, в 1917 году, тоже наши классовые противники из того же класса, из буржуазии, да. Ну, там еще примешивались еще, конечно, остатки феодальной монархической системы. Там еще были классы. Вы знаете, в гражданскую войну мы воевали. Я так, так сказать, вот с удовольствием похвастаюсь, что мой родной дед был комполка в гражданскую войну. Красного полка, конечно. И был избран в феврале, вернее, в марте уже 1917 года своими солдатами, с которыми он прошел первую эмпиристическую, ну, так сказать, не совсем прошел, вы знаете, она там еще в 1917-м не вполне была закончена, но дело шло уже к развязке. Так вот, кое-что я знаю, правда, не от деда, но от бабушки своей по рассказам ее мужа, значит, вот, можно сказать, из первых рук по поводу этих событий. Но я вам не буду, конечно, это сейчас рассказывать. У меня другая задача, более, может быть, такая абстрактная, высокая и в то же время более ответственная. Раскрыть сущность идеологической борьбы, показать, что она действительно, вот как я тезис такой произнес, что в такой вот напряженный момент, когда мы явно переживаем нарастание революционной ситуации по всем тем указаниям, которые дал Владимир Ильич Ленин в своей работе «Крах второго интернационала», где он указал признаки революционной ситуации. Так вот, и чем это можно аргументировать, вот этот тезис, что идеологическая борьба выходит действительно на передний план и сегодня. А вот хотя бы теми материалами, которыми свежими достаточно располагаю, по участию в конференциях, в двух конференциях международного уровня. Одна конференция, это вот 18 марта в Таврическом дворце проходила под эгидой, ну и не только под эгидой, а в общем-то они организовали, это партия «Справедливая Россия», столетие революции в России и современный социализм. Уйти тут от острых идеологических вопросов, освещая эти исторические события, было просто невозможно, и они и не ушли. Вот, коллеги из «Справедливой России», доктора исторических, в основном, и доктора философских наук, так сказать, уровень-то был хороший там представлен на этой конференции, но вот я хотел бы доказывать тот тезис, который вы сослали на некоторые выступления по поводу того, вот как сегодня те, которые рядятся в друзей народа, так сказать, за справедливость, вы знаете, вот у этой конференции интересно, вхожу я, подхожу я к Таврическому дворцу с особым чувством, потому что я там 10 лет возглавлял кафедру Ленинградской высшей партийной школы, кафедру марксистско-ленинской философии, да, и научного каунизма в этом дворце, и давно не был, мне интересно, и вот, вы знаете, я пришёл пораньше, специально, чтобы там походить, и что встречает меня? Встречает меня, значит, солдат, одетый в шинель солдатскую того времени, да, и встречает матрос, и они держат, с красными бантами они, они держат транспарант, транспарант такой на красном фоне, причём в старом, так ещё в старой орфографии с ятьями написано, что «да здравствует справедливая Россия», то есть они так справедливую Россию взяли, так сказать, перенесли на 100 лет, да, справедливая Россия, ну вот, а что такое справедливая Россия? Вот тут-то и начинается идеологическая борьба, тут-то и начинается определение основных, главных, так сказать, понятий, которыми пользуются наши, совершенно точно, вот, ну, у меня и не было сомнений, что эти ребята и девчата из справедливой России вовсе не наши классовые партнёры, даже, уж не говоря, не принадлежат нашему классу, вот, ну, вообще, да, а скорее, в общем, классовые противники. Ну, вот, по выступлениям, так сказать, это, так сказать, положение по выступлениям некоторым, я только коснусь двух выступлений, я сразу и обнажу вот этот момент идеологической борьбы, как она проводится в современных условиях, да, и одновременно вот классовая сущность вот самой партии, они сами себя тут представили, очень представительная конференция, Таврический дворец сняли, шикарный обед там, так сказать, вот, и фуршеты там всякие, вот, очень дорого это, понимаете, было, там раздать всякие планшеты, ручки замечательные и прочее, ну, понимаете, вот, у меня всегда вызывало сомнения в последние наши вот эти псевдодемократические десятилетия партии, которые вот явно демонстрируют своё богатство, да, сомнения, что они как-то хоть за справедливость выступают в каком-то отношении, хотя понятие справедливости, так сказать, понятие очень неопределённое, его можно по-разному трактовать, да, справедливость в соответствии праву, ну, если у нас сейчас буржуазное право действует, то всё, что происходит, вот, скажем, вот, события недавние, три дня только прошло, только что наш президент удостоил, так сказать, тоже эти события своей какой-то интерпретации, вы слышали, это, в общем, многотысячные выступления по России и, опять же, обсуждение этих митингов против, в общем, коррупции, да, ну, так как Навальный, так вот, опять же, мы можем и по этому поводу немножко поговорить, вот тут классовый момент, да, противники, союзники, временные союзники и так далее, вот, и ещё вот у меня замечательный проспект такой лежит, да, вот видите, это программа огромного уже Конгресса, Международного экономического Конгресса «Форсайт Россия. Новое индустриальное общество. Перезагрузка». Это вот буквально вот в этот понедельник было, вот, и проходило это на площадке, ну, пленарное заседание в здании замечательном Российской Академии Наук, изначально, вы знаете, на Неве Белоколонны, здание, да, замечательное, там эти, до сих пор ещё Академии Наук вроде как они принадлежат, хотя у Академии Наук уже много чего отнялось. И вот это тоже очень показательно, экономическая конференция, вот что, какие вопросы обсужали, я там и выступал, уже тут я только умудрился выступить, потому что я был приглашённый, а не участник, так сказать, с обсуждением, дали мне пять минут, ну, что за пять минут скажешь, вот, и тут-то я был полноправный, был докладчик, вот, вписан, так сказать, и тут имел возможность развернуться тоже в критике, я что-то всё время критикую, но я постарался конструктивно сделать критику, и вот я хотел от этого толкнуться. Вот выступает мой коллега немножко, это вот первая конференция 18 марта этих справедливоросов, да, посвящённая столетия революции, да, в общем-то, историческая конференция, как они, так сказать, всё время позиционировали её, вот, и выступает после Миронова, председателя справедливой России, сразу выступает Расторгуев, Валерий Николаевич, мой немножко знакомый, доктор философских наук, профессор, занимал очень видные посты, был заместительным председателем Верховного Совета РССР, да, вот, ну, не первым, того самого совета последнего, которого расстреляли, да, вот, ну, а сейчас он занимает тоже видный пост, вот так сразу даже не вспомнишь, председатель научного совета при президиуме РАН по изучению охраны культурного и природного наследия, так сказать, его вроде экологическая проблематика, что ли, культурно-экологическая, да, заинтересовала, вот, но выступал он, однако, не по экологической проблематике, а у него тема выступления «Русская революция в зеркале современности, границы между цивилизованным проектом и социальной утопией», вот такое название, с вывертом, и вот настолько характерен подход к проблематике, вот, потому что вот все время сталкиваются копии по поводу сущности революции 1917 года, и вы знаете, уже сверху решили от Минобра России, и вот совсем недавно спущен был некий стандарт, которым должны руководствоваться учителя школ, в котором прописано, что надо говорить по поводу революции, вот, демократия до того дошла уже, псевдодемократия, когда, значит, учителям, а потом и преподавателям истории в вузах, вот, потому что это же Министерство образования распорядилось, вот как определять, знаете, как? Сейчас это звучит. Это Великая Российская, Российская, не русская, Российская революция 1917 года. То есть, объединили февраль и октябрь до неразвлечения. И вот на той конференции, на которой я начал тут немножко освещать, вот это как раз тоже, это объединение, ну, почти во всех выступающих прозвучало. Ну, я вот расторгую очень характерное выступление, тем более, что он и ведущим был, и он в своем выступлении, значит, такие вещи говорит. Ну, прежде чем о чем-то говорить, надо определить основные понятия. Ну, это правильно, это правильно. Я тоже всегда за это, это еще Аристотель нас к этому призывал. Не определишь понятия, будем спорить. Будем говорить о революциях, а не… Основное понятие расторгуев, правильно говорит, тут, конечно, революция. И вот как, он говорит, я определяю это понятие, и от этого определения отталкиваюсь для того, чтобы дать характеристику революции февраля и революции октября 1917 года. Ну, как? Вот революция. Я, говорит, подошел к этому с позиции филологической, семантики этого термина. «Ре» – это приставка, означающая возврат, реверс отсюда, да, вот, возврат, и там остается еще эволюция, это остаток от эволюции, вот, да. Значит, это возврат по пути эволюции назад, и это провал. Отсюда можно заключить, что всякая революция – это возврат, уход в сторону от магистрального пути эволюции и провал. И поэтому все революции, и февраль, и октябрь – это вот возврат и провал. И пошел по этому поводу, говорит. Я ему не выдержал, написал записочку тут же, вот, он не отреагировал в конце выступления, вроде там посмотрел, ну, по-моему, даже не прочитал. А в конце уже пленарного заседания, ну, я, значит, попросил слова, я же меня приглашен, и меня тут нет в этом списке, да, значит, у того же Расторбуева с просьбой дать выступить. Ну, он говорит, ну, у нас тут мы решили ограничить, ну, давайте уж профессору Огородникову, который, я помню, еще по Советскому Союзу, он так, значит, дадим выступить ему. Вот, ну, и я выступил, он, видимо, не прочитал мою записку, иначе не дал по мне слова. Я говорю, я вот хочу выступить прежде всего против нашего уважаемого председателя, доктор философских наук, профессор, имеющий стаж работы чуть меньше, чем у меня, он меня младше, что-то года на три. Вот, и такие вещи, говорит, он идет от названия к понятию, а потом к содержанию сущности. Я говорю, Валерий Николаевич, уважаемый, вы диалектику-то явно не по Гегелю проходили. Вот у меня-то тема-то, да, еще связана с диалектическим, диалектико-материалистическим методом, диалектическим материализмом. Вот. Так, ну, эту книгу я потом буду смотреть. Я думал, какая-то записка уже напечатана заранее. Вот, значит, я ему говорю, что вот интересно, да, вот как так, надо идти, как уже у Гегеля было, да, хоть он и был идеалистом, шел от объективной реальности, от постижения абсолютной идеи в этой объективной реальности, дохождение до сущности на уровне человеческого духа, а потом закрепление это в понятии и в слове, а не наоборот. Вот, говорю, понимаете, что у нас получается, а потом я посмотрел в интернете, оказывается, Расторгуев по основному образованию филолог, вот откуда корни растут. Но я не думаю, что это заблуждение, я думаю, что это вот ход продуманный, да, все-таки с его стороны. Вот. Так вот, значит, я говорю, вот представьте себе, Валерий Николаевич, как тогда вы интерпретируете, переведете слово контрреволюция. Если революция – это путь назад и падение, то контрреволюция против революции. Это путь вперед и прогресс. Ну, просто все поставили буквально с ног на голову. Я не думаю, что вы сможете аргументировать свою позицию этими филологическими упражнениями. Но он и не стал. Он вообще, как только он услышит, что я его критикую, он нагло отвернулся от меня и от зала, и стал говорить с президентом. Но я вот человек такой в последнее время залобный стал. И у меня никаких авторитетов. Я пометую Никитину Сергеевичу Хрущеву стукал по трибуне Таврического дворца не ботинком, а кулаком, правда. Но немножко смягчил. Ну зачем же так уж прямо повторять? Вот. Это уже фарс, да, такое повторение было бы. И говорю, Валерий Николаевич, я вам записку написал, вы не отреагировали. Причем мне голоса-то еще хватает на Таврический дворец без микрофона, если я форсирую. Слава богу. Почти полвека преподавания в разных условиях. А тут еще с микрофоном, представляете, как раскатывалось. А теперь я говорю, прямо к вам обращаюсь, и вы не реагируете. Требует к себе уважения. Ну, хохот в зале, он вынужден был повернуться. А теперь вот я продолжаю, когда вы меня слушаете. Вот такие вещи. Ну, отвечать он, конечно, мне ничего не ответил. Вот. Ну, вот видите, какие приемы. Что это? Заблуждение. Нет, не думаю. Вот у нас, знаете, как-то даже в народе распространено, ну, что за идиоты у нас там наверху сидят. Вот я всегда возражаю против этого. Да нет там идиотов. Ну, идиоты, они не смогут стяжать себе состояние. Много миллионное или миллиардное в долларовом исчислении, да? Ну, это недоступно идиоту. Идиот – это медицинский термин. Зачем же убежать? Нет, они достаточно рациональны для того, чтобы это делать, да? Работают, правда, только на себя. Правда, вот потеряли как-то чувство даже самосохранения, по-моему. Так вот начинается явно процесс перегибания палки, так сказать, загребания, к себе все, к себе загребания. Так вот, и вот это расторгуев явно на что? На кого? На класс правящий работает. Вот затемнить. А не филолог и не философ, может, и не поймёт. Сказать, о, как хорошо. Вот как здорово на революцию-то. Вот, оказывается, можно как перевести. Это как оригинально-то, да? Вот, а может быть, он и истинный какой-то владеет. Вот всё время с нами играет через средства массовой дезинформации вот в эти игры. Когда вот начинает переинтерпетировать основные термины или концепции, и начинается. Вот. И там был ещё один человек, которого фамилию вы знаете, это Делягин Михаил Геннадьевич. Доктор экономических наук, да? Ну, он очень активно выступает, вы знаете, по телевидению. Не тут он выступал. И, в общем, неплохо выступал. И тему назову специально. Ключевые уроки февраля и октября для преддверия новой смуты. А? Не новой революции. А для преддверия новой смуты. Ключевые уроки февраля и октября. Да, разделил октябрь. И, в общем-то, говорил, я бы мог подписаться под его словами. Он говорил, что вот этот либеральный курс, он ни к чему хорошему не ведёт. И эти все реформизмы, вот, связанные с либеральным, реформ одного, второго, там. Ну, вы знаете, реформы образования у нас, там, и реформы экономики началось, там, вот, по заветам Егора Гайдара, да? Ну, вот, к чему это привело. Ну, и вроде как всё нормально критикует, реформизм, вот, этот либерализм критикует. А потом, последний урок октября, называет у меня, это записано, говорит, что вот последний, может быть, один из главных уроков октября 1917 года в том, что нельзя проводить преобразование в обществе силовыми методами, метрами насильственной революции. Опа, приехали, только что против реформизма. И я после того, как я Расторгуева топнул, я принялся, а теперь, говорю, ваша очередь, Михаил Геннадьевич, пришла, получите от меня подарочек. Я говорю, вы говорили против реформизма, а что такое? Вы отказ от революции. Вот классовый момент, видите? Да? Сразу проявляется, то есть, никаких революций. Да? Эволюция, что ли? А как эволюция? Через реформы? Вы сами себе противоречите? Ну, Михаил Геннадьевич, он такой молодой, да, очень амбициозный. Да вы меня неправильно поняли, вы меня переврали и начинаете критиковать. Я говорю, не знаю. Как сказали, так и понял. У меня, говорю, все, тут записано. Он меня записывал, я тоже, говорю, записывал. Слово, что вы сказали. Один из главных уроков октября в том, что нельзя силовыми методами против насилия. Вы помните, что еще вот это насилие очень хорошо раскрутило эту проблему насилия в обществе. И, в частности, связанные с революцией еще Энгельс в работе «Антидюринг». Там, помните, против абсолютизации, но это отдельный момент. Кстати, я вот тут в апреле выступаю на площадке у вас, на другой по этому поводу «Антидюринг». Так вот, значит, против насилия, значит, тоже откат. И тут классовая позиция совершенно явно представлена. Вот в такой идеологии, да, идеологии. Как будто вот с одной стороны философская идеология, с другой стороны идеология явно политическая. Вот у Делягина, если он говорит, что нельзя насильственным способом менять. Я говорю, что насильственным нельзя способом менять. А каким же тогда реформаторским, каким еще эволюционным тогда, опять, значит, Егор Гайдар и Россия исчерпала лимит революции, да, теперь дальше эволюционным. В этом отношении тоже показательный был и вот этот более, так сказать, мощный, конечно, по составу участников. Тут и академик Аганбигян, значит, экономист, да, тут и Гелбрейт, сын знаменитого Гелбрейта, первого теоретика индустриального общества, да, а потом на его основе постиндустриальная, так и называлась программа, да, новое индустриальное общество, перезагрузка. И посвящено было 50-летию выхода в свет работы Гелбрейта, новое индустриальное общество. Но это, как вы понимаете, экономика, которая неразрывно связана с политикой, опять же, это уже не философия, вот, Расторгуев там, что такое революция, а вот экономика и опять, ну, куда же деться-то, да, от этой, опять, значит, выступает. Мне даже, вот, выступал академик Аганбигян очень остро, а его Гелбрейт, сын Гелбрейта, Джон, кажется, да, Гелбрейт, он, значит, ещё и поддержал. Остро в духе, так сказать, продолжение, вроде развития мысли Гелбрейта. Я напомнил, что в новом экономическом обществе, вот, в этой работе, 50 лет тому назад изданный Гелбрейт, старший, он о чём говорил? О том, что, значит, мелкотоварное производство и собственность, вот эта частная собственность, так сказать, мелких хозяйчиков, это вчерашний день. Новое принадлежит крупным корпорациям, мало того, он наставил на том, что эти корпорации должны быть национализированы, опа, то есть государственная собственность, он, значит, на государственной собственности настаивал Гелбрейт. И вот в этом же духе выступил академик Аганбекиан, говорит, у нас тут вот произошло расцвление, и за счёт этого, так сказать, вот мы приватизировали, у нас приватизировано из крупного промышленного производства больше, гораздо, чем в ведущих странах капитализма, и за счёт этого мы потеряли вообще-то нашу индустрию, и произошла деиндустриализация, понимаете, и за счёт этого и пошло там всё это накручивает. А вот сын Гелбрейта, выступавший там, он, значит, прямо сказал, надо гнать этих жирных котов-банкиров и олигархов от власти, лишать их собственности. Ну, это призыв к революции, вообще-то. Знаете, американец, экономист, это жирных котов. Я, что, у меня тоже все ходы записаны, точно, вот так и выразился. То есть, он вторил академик Аганбекиану, выступав против, после него. Но, однако, вот это вот, казалось бы, тон, я так был очень доволен, приободрён, думаю, я сейчас ещё усилию это вот, когда мне слово дадут. А там остальные, тут, знаете, тут разбились уже по круглым столам, по секциям, а всего-то немало-немного, почти полтысячи человек принимало участие в этом конгрессе. 490 по списку. Ну, правда, не все, конечно, там приехали, там кто-то. Но, во всяком случае, конечно, это гораздо более представительное и по количеству, и по качеству участников была, чем вот так это он говорил. И вот там стали другие выступать, граждане, неименитые, чем я назвал, да, я не буду там перечислять, могу, конечно, но моя задача несколько другая. И тут пошёл Кремль в другую сторону. И количественно эти вот выступавшие перевесили Аганбекиана, и количественно, количество выступлений. За что? А вот там стали говорить, что да, конечно, у нас вот произошло тут вот, мы сейчас в экономические, тут честному экономическому трудно сказать, что у нас расцвет происходит, да, и нашей экономике. В основном о России шла речь, да, и что это разгустодорствление привело к каким-то, так сказать, вот плохим результатам и экономическим, и политическим. Но причину вот этого процесса, что у нас не так пошло, они видят в том, что вот как-то вот, знаете, интересно, у меня доктор экономических наук, профессор, даже член-корреспондент Большой Академии Наук, забыл фамилию, уровень, да, хороший. И тот говорит, понимаете, вот я так просто чуть не засмеялся неприлично, когда он заявил, что всё дело в том, что у нас людей очень нечестных много развелось. То есть, нравственный момент у нас вот падает, поэтому вот эти предприниматели, они бы экономику двинули, но если бы почестнее ребята были. А ему вторили другие экономисты, говорят, да, надо нравственность поднимать, а какой, значит, тут механизм подъёма нравственности, догадайтесь, как говорится. Вот тут опять классовые корни. Конечно, конечно, вот так сказать, давайте построим доступности уже в полной доступности, шаговой доступности храмы, вот, и на нас духовная благодать не зайдёт, и мы все станем честными, потому что настоящий истинно верующий, разве может он красть у государства и у отдельно взятого человека? Нет, нет, он содрогнётся от своего богатства, от своих вил, яхт и так далее, он тут же немедленно вобретя истинную веру, всё это продаст, отдаст, раздаст народу, вот. Ну, понимаете, ну, вот люди, я так смотрел и думаю, они вообще верят, что говорят? Если верят, то тогда надо что-то такое делать уже. Ой, ребята там уже возрастные были, постарше меня выступали с такими. Ну, думаю, ну, вот, ну, трудно поверить, понимаете, трудно поверить, что человек, находящийся в здравом уме, доктор экономических наук, можешь такие, может такие заявления на таком вот представительном форуме, да, такие вещи говорить, что всё у нас зависит исключительно от честности. А честность зависит от, вот, деятельности РПЦ, да, РПЦ, вот, вот РПЦ, да, вот оно, какой-то, какой-то заказ. Причём от РПЦ никого не было. Я уже искал в зале там людей в сутанов, там где-то, да, с ладонками, ну, говорю, нету, может, там в гражданском, переодетые, но вот среди выступающих вот такие вещи. Ну, когда мне дали слово, ну, опять же, не на пленарном заседании, более келейной, я сказал, что я удивлён, что экономисты, вот, мне, видимо, наивно я полагал, что экономисты вообще по природе своей науки должны быть стихийными материалистами, как вот Ленин писал о естественном испытателе, что пока он занимается вот своей наукой, он материалист, а потом может соскочить. Вот они тоже, наверное, соскакивают, но тут они на экономическом находятся в форуме, да, выступают как экономисты и начинают говорить о моральных каких-то устоях, понимаете, идеологических, моральных устоях вот нового общества, то есть новая экономика идёт через новую мораль, новую нравственность. И таких был ни один, ни два. Я говорю, вот выступления Аганбегяна и Гелбрейта, сына, просто утонули, вот, выступления тех экономистов, которые явно субъективно-идиалистическую, так сказать, позицию принимали. Ну, субъективно-идиалистическую, хотя речь шла о церкви, о влиянии, так сказать, духовном, потому что вот через веру людей, да, через субъективную, вот мы придём к торжеству разума добра и справедливости на земле, да, вот таким вот путём. Я, честно говоря, удивлён, я удивлён, думаю, если они не лицемерят, а истину глаголят, да что же произошло с людьми, я вот никак не могу, тем более аргументов-то не приводят, они просто декларируют это. И вот я выступил, я начал там критиковать, и впрочем, как-то так, больших возражений нет. Вот, так вот, возвращаясь, вот это я, видите, начал с того, что вот конкретный, вот буквально в понедельник вот этот конгресс экономический, да, произошёл, вот тут уже идеология, она прорывается, как она навязана. Если доктор экономических наук, вот под влиянием подобного рода философии находится, то что говорить, что называется, простых смертных? Принцип «разделяй власть», он старый, верный принцип, и вот нас разделяют, и по религиозным конфессиям, и по возрасту, и по месту жительства, и по каким-то увлечениям, хобби, да, и так далее, и тому подобное. Но на самом-то деле мы разделены именно в классовом отношении, по своей связи. Вот я там на этом экономическом форуме и говорю, что вот странно, что только не говорили там экономисты. Но связи даже теоретической экономики, то есть экономической теории, лучше так сказать, да, с какими-то действительными бытийными моментами, связи, прежде всего, с производственными отношениями, ну, нет ни в одном выступлении. Я просидел, я там устал, я потом сутки приходил в себя, потому что я внимательно слушал, записывал там, реплики пускал там и прочее, очень активно работал. Но не было ничего, и я там выступил, ну, глаз вопиющий в пустыне по поводу того. Там очень много, конечно, было, кстати, вот в чём сошлись вот та конференция справедливо-россов и вот этот конгресс, да, экономический. Вот в чём они сошлись, удивительно, да, не сговариваясь, что называется. И вот тут классовый момент тоже связан в этой идеологии. В чём? Что решит все проблемы у нас? Развитие техники, технологии производства, развитие орудий труда. То есть не надо нам революции социальной. Нам надо революция. Вот тут даже одно выступление «Навстречу новой революции» называется. Ну, вот называется «Навстречу новой революции». А речь идёт о революции какой? Научно-технической революции. То есть вот. И вот это от Гилбрейта идущая, значит, идея индустриального общества, потом Белл, Токтор, Сбигмир, Бзежинский и ещё там целый ряд, не буду вас мучить этими именами, идея постиндустриального и информационного общества. И опять это вот и конвергенции. Вот Гилбрейт заложил уже в своё новом индустриальном обществе этой работе, вот идею конвергенции. И у него ещё одна работа специально называется там, так сказать, солидарности, так термин, солидарности капитализма и социализма. В чём и на каком основании? Вот единая техника, технология снимает все проблемы, и вот системы такие противоположные, борющиеся, вот-вот до мировой войны дойдёт дело. А вот они конвергируют друг к другу, так же, как представители, термин конвергенция биологическая, что он означает в биологии, что представители разных биологических видов, попадая в единую среду, например, в водную, внешне конвергируют друг к другу. Ну, скажем, чудо-юдо, рыба-кит, он вовсе не рыба, а млекопитающая. По внешнему он на рыбу похож, тем более ещё более дельфин похож. Вот дельфин, акула и ископаемый эфтиозавр, они результат конвергенции, они похожи друг на друга, как родные братья и сёстры, но они и генетически, и по сущности своей, потому что там млекопитающая рыба, они абсолютно разнородны. Поэтому конвергенция внешних признаков, а не сущности, а вот за счёт вот в этих концепциях такое вот постиндустриальное информационное общество конвергируют и по сути конвергируют друг к другу эти общества. И вот на экономическом этом конгрессе там вот захлёб говорили, что да, нам надо, конечно, развивать технику, технологию, снимать все проблемы. Производительность труда будет такая, что все будут иметь всё. Очень старая вещь, и я, по-моему, и в эту аудиторию уже критиковал, и мне странно слышать, что ведущие экономисты страны, международная конференция, ну, конечно, и с западом были вот этот, синглбрейт, и не только вот, вот. А они, так сказать, всё топчутся на одном и том же месте, и они как-то не видят, вот, и не знали, наверное, критики, которые дал против Прудона, французского экономиста середины 19-го столетия, Маркс. Прудон тоже с этой идеей по существу носился, но он, вернее, не носился с этой идеей, он, так сказать, проблему поставил и вроде хотел решить её в этом направлении. Вот, во всяком случае, предполагал, что дальнейшее развитие производительности труда, оно снимет эти социальные противоречия, да, вот. А Прудон что заметил, вот я напоминаю, в своей знаменитой работе «Философия нищеты» Маркс отповедь «Нищета философии» даёт через год, прямо после выхода, и там Маркс, кстати, вот впервые теорию прибавочной стоимости даёт, так сказать, конспективно, которую он изложит в первом томе капитала ещё через три года, да, через три года. Так вот, значит, удивительно, что, значит, этот Прудон, он, как честный экономист, сопоставил производительность труда по ряду основных производств Европы с середины 18-го, по середине 19-го столетия, была у него, наверное, в руках такая статистика, и он убедился, что производительность труда выросла примерно в 10-15 раз. И он задаёт вопросом, посмотрим теперь, как основному производителю, ну, хотя бы в два раза лучше стало жить или нет. И он убеждается совершенно в обратном, что основному производителю не только не лучше, а хуже гораздо стало, потому что если в 18-м столетии в середине оказывается рабочие в основном имели 8-часовой рабочий день, то в 19-м столетии этот рабочий день в основной превратился при увеличении производительности труда в 14-16-часовой рабочий день. Отсюда, конечно, при таком уровне эксплуатации, да ещё интенсивность работы за счёт появления этих станков возросла значительно, и средняя продолжительность жизни уменьшилась за 100 лет у рабочих, уменьшилась, они до 40 лет уже не доживали. В середине 19-го столетия средний возраст был 35 лет у работающего, понимаете, если бы дальше так пошло. Вот за счёт чего революция-то произошла. Вот, кстати, все историки, которые на исторических конференциях там говорят о причинах, они начинают почему-то в лучшем случае с начала, вот о причинах наших революций февраля и октября 1917-го года, начинают в лучшем случае с крестьянских восстаний начала 20-го столетия. И там затрагивают, конечно, и революции 1905-го года, как правило, революции 1905-го года как-то не замечают. Связывая до неразличения февраль и октябрь 1917-го, а 1905-й год как будто и ни при чём, как будто это не было. Действительно, первая русская революция, и причины-то корни-то одни и те же, и уж если говорить там вот мой этот самый старый приятель, старый приятель, известный историк, Калашник Владимирович Калашников, он, так сказать, начал там выяснять причины революции февраля и назвал причинами революции вот тоже идеологический момент. Вот он. И классовый подход. Я его тут же в этом обвинил, Калашников. Вроде как и коммунист, один из последних секретарей ЦК КПСС был, правда он там был месяц вроде, пробыл. Вот. В этой должности организация социалистической партии, а сам уже даже не социалист. Я ему прямо так в глаза и сказал там в доме Плеханова, когда он вышел по полтора часа, говорил, 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 утопил всё. Понимаете, опять же, в исторических, вот историки, это у них болезнь какая-то. Ну, у всех всякий специалист подобен флюсов, как сказал Козьма Протков. У философов тоже есть, конечно, болезнь, да, а из чужих болезней всегда легче увидеть, да, и понять суть. У истории какая-то топит вот в этих фактах и фактиках. Фактах и фактиках. Что он за полтора часа наговорил, что говорил Милюков, что говорил Николай II, что матушка императрица говорила, какие там связи, вот и сейчас всё время талдыщит по радио, да, влияние там и прочее, и прочее. А когда дошёл Калашников до причин революции февраля, он сказал, причины всякой революции – это просчёты руководства. О как! Субъективный фактор. А в данном случае это просчёты и четыре стратегические ошибки Николая II. Ну, я не буду всё анализировать, но главные ошибки – это вот Столыпинская реформа, не надо было её проводить. И ещё одна важнейшая ошибка – это не надо было ввязываться в Первую мировую войну. Ему говорили, что это опасно, чревато и прочее. Ну, я ему сразу спросил, ну, если бы вы не имели царя, батюшку на тот момент типа Петра I, Петра Алексеевича, мы бы до сих пор кланились царю. Он что ответил, Калашников, у меня есть свидетели. Значит, ну, а почему? Может быть. Я говорю, да вот что же, это субъективный фактор-то, как абсолютизировать, это не исторический взгляд. А он говорит, а вы абсолютизируете необходимость и фатальность исторического развития. Я говорю, ничего подобного, и откуда это вытекает? Февраль мог произойти не в феврале, а позже, и раньше. Октябрь тоже не обязательно, в октябре мог произойти. Но чтобы революция была подготовлена и должна состояться, если бы обществу вообще осталось жить, то это, конечно, закономерно. Вот еще методология, это дилектического материализма, идеология. Вот не владеют у нас историки многие, даже вот такие выдающиеся, как Калашников. Он крупный историк, безусловно, и многое он прекрасно понимает и знает, но вот не доходит. Вот методология, да, идеологическая борьба. И тут он, значит, все в субъективном факторе все потопил. Но другое дело, что у меня вот такое впечатление, что Калашников все-таки добровольно заблуждается. И я не хотел бы его обвинять в том, что он нагло врет. И запутывает, так сказать, своих читателей и слушателей, да, специально. Тогда бы это уж прямо было выражение прямое классовых интересов. Но классовые интересы могут из-под воли проявляться. Даже в добровольном заблуждении, а вот как-то я не замечаю, а вот играю на руку вот такому классу, вот этому, и почему-то все время так-то заблуждаюсь. Связь с этим классом, наверное, через бытие мое таково, что я не могу не подыгрывать, сам того не замечая, если я добровольное заблуждение. Вот какой вывод. И в связи с этим, а вот выход-то какой, каков критерий. Вот Владимир Ильич Ульянов-Ленин, выдающийся и теоретик, и практик, в работе материализма, империокритицизма, вот раздел эту философию идеализма и объективного, и субъективного, показал, что философия всегда партийна, всегда как-то классово ориентирована с момента возникновения. Нынешняя философия, пишет Ленин, так же партийна, как и две тысячи лет тому назад. Борющимися партиями является материализм и идеализм. И можно было бы добавить, не сделая из Владимира Ильича, догму, да, из его работы. Он сказал догму, что, наверное, тут не только материализм и идеализм, но, скажем, метафизический материализм, так же классово ориентирован бывает, когда, например, абсолютизирует, вот я уже этого коснулся, концепции постиндустриального информационного общего, что абсолютизирует? Развитие производительных сил общества и в них развитие орудий труда. Главное, вот что, да, если компьютеры, орудия труда, информационное общество, а производственные отношения, а кому это все принадлежит? А это вот вроде и ни к чему, там, какая разница, какая разница. Вот трудно показал, развитие производительных сил было, так как производственные отношения остались прежними, по сути, частные собственности. Вот это почему-то забывает наши, а может быть, специально задушевывает наши классовые противники. И вот это-то надо помнить всегда, когда мы говорим о партийности. Вы помните, что Ленин в работе Лев Толстой как зеркало русской революции наставил на партийности не только философии, но и литературу. И искусство, безусловно. Вы помните, Ленин там пишет «Долой литераторов беспартийных», «Долой литераторов сверхчеловеков». Любой выдающийся литератор всегда льет, хочет он этого не хочет, осознает, может быть, не осознает, даже великий гений может не осознавать, вот, что он сам выдает. Но он всегда работает на определенный социальный слой, на определенную социальную группу. Вот. И вот под конец, в довершении, мне тут как-то студенты еще сказали, а что же вот большевики-то, они вот были такие террористы изначально, такие вот человеконенавистники. Ведь достаточно вспомнить убийство царя с семьей, с детьми. Дети-то что, в чем виноваты? Вот это уже говорит, а вот можно ли с такими людьми вообще дело иметь? Это, конечно, уже постсоветский период, мне студенты говорят. Я говорю, да, и там стали обсуждать. Да это вот настоящий интеллигент, он не допустит. Даже вот вспомнили Достоевского, там продвинутые были ребята о слезе ребенка, да, не допустит. Я говорю, а как вы думаете, Александр Сергеевич Пушкин был настоящий интеллигент? Гуманист? Ну, конечно. И тогда я прочитал, самовластительный злодей. Тебя, твой трон, я ненавижу. Твою погибель, смерть детей с жестокой радостью вижу. Но как, говорю вам, Александр Сергеевич, в этом произведении вот так работал. И вообще-то я удивлен, как Александр Сергеевич только в ссылку ссылали. За многие его произведения его сейчас упекли, по-моему, до конца жизни куда-нибудь. Вот. Например, оскорбление чувства верующих в Гаврилиаде его. Издавили ты. Потому что большего оскорбления трудно и придумать, я думаю. Все, да. Извините, это орешение. У нас поступил один, видимо, уточняющий вопрос. Какая цель конференции, которую проводил Расторгуев, Валерий? Ну, Расторгуев, он был председателем, да. Цель какая? Тут тема была. Столетие революции в России и современный социализм. То есть, цель была такая – вскрыть сущность. Заметьте, тут уже объединена революция в России, да. Столетие революции в России, да. И, значит, сущность, причины и уроки. Вот Делягин как раз об уроках больше говорил. Революции февральской и октябрьской. Так что, вот такой ответ. Ну, этот вопрос тянет на новую лекцию. Уважаемый профессор Огородников. Расскажите, пожалуйста, о роли телевидения и интернета в идеологической борьбе трудящихся с буржуазным государством. Она есть. С буржуазным. Вот. Скорее всего, роли интернета и телевидения в борьбе с пролетарской, марксистской идеологией, да. Вот. Колоссальная. Потому что нас с утра до вечера пичкают всякими фильмами весьма сомнительного содержания художественное, да. Которые определенным образом настраивают нашу молодежь. И мистические какие-то. Совершенно оккультизм. Жуткий. И это распространение средства массовой дезинформации. И интернет тоже работает, в общем-то, против нас, так скажем. Потому что пытается вот тоже разделить интересы. Вот кто-то увлекается мистикой, ужасами. Вот оно будет там сидеть. Кто-то играми какими-то ролевыми. Игры престолов там. У меня на кафедре уже седой доцент увлекся и стал увлекать студентов этими играми престолов. Вот. Значит, понимаете, даже вот так уходят люди. Человек 60 лет. Так что это очень высокая роль средств массовой, как их называют, дезинформации населения. Они работают на эту идеологию чрезвычайно сильно. Не просто когда нагло врут или… А вот говорят полную правду что-то, да? Вот что-то не истинно, а близко к истине. И чуть-чуть добавить эту истину вот каким-то совершенно удивительными антинаучными взглядами, положениями. У меня вот, я вам скажу, сейчас я работаю с курсантами, я был поражён. Я задал вопрос потоку курсантов в 100 человек. Ну, вот так говорю, я фамилии не буду, конечно, записывать. Кто хочет, тот поднимет, кто нет. Кто из присутствующих, перед этим были разговоры на эту тему, верит в Бога? Треть. Подняли руки. Вот воздействие кого? Средств массовой, дезинформации, населения. Вот. Блажен, кто верует, тепло ему на свете. Вот. Ну, всё. Спасибо. Значит, выступление четыре выступающих по порядку записи. Шамилёв, Игорь Иванович. Напоминаю, до пяти минут. Пожалуйста. Так, ну, уважаемые товарищи, раз в начале лекции зашла речь о событиях недавно минувших дней, я пару слов хотел сказать как раз об этом. Безусловно, воскресенье, что мы видели на Невском проспекте. То, что мы видели на Невском проспекте на Марсовом поле, это, ну, реакционнейшее мероприятие было. Оно защищало интересы, ну, по крайней мере, мелкой буржуазии точно. Но, однако, хочу заметить, что большой ошибкой со стороны коммунистов было игнорирование этого мероприятия. Мне Степан Сергеевич Маленцов на днях глаз на глаз сказал, что всё-таки один представитель там был, ну, созерцательный представитель, который получал информацию о нитинге, о, в принципе, его проведении. Но давайте вспомним, что Маркс писал в последнем из стезисов о Фейербаке. Философы лишь различным образом описывали мир. Но, в сути... Объясняли мир. Объясняли мир. И суть состоит в том, чтобы изменить его. Поэтому, мало того, чтобы на таких мероприятиях присутствовали просто созерцатели. Важно, чтобы работали организованные агитационно-пропагандистские группы марксистов, подготовленных причём. И не обязательно, чтобы они это исполняли публично. Не нужно, чтобы развались красные флаги на толпу или громкие кричат. Нет. Сейчас объясню, в чём состоит суть такой работы на крикетном примере. Вот когда вся эта демонстрация, пройдение Невский проспект подошла к Октябрьской гостинице, руководители митинга, у них белые ленточки были повязаны, они сказали, давайте пойдём к Смольному. То есть у нас сейчас, давайте мы не опозорим Алексея, давайте за него дойдём до Смольного. Толпа, естественно, поддержала. Вообще лозунги были у толпы слабые. Они непонятно что говорили. Не факт, что они осознавали то, что говорили. Задача была просто, ну, чтобы создать шум. Шум создать на большие массы людей. Но когда эта демонстрация заняла площадь восстания, вмешались силовые структуры. И организованность народа была очень сильно подорвана. И в результате чего эти же белые ленточники, которые до этого говорили о том, что нужно дойти до Смольного, что вот нужно встретиться, как бы показать властям, кто мы есть. Они что сделали? Они сказали, мы всё, мы не хотим правопролития, мы не хотим, чтобы, ну, не дай бог, всё разбито мою головами закончилось. Давайте распустим митинг. Толпа расходиться не хотела. Она очень долго сопределялась, она стояла, кричала позор, называла фашистами даже власть. Я не думаю, что они осознавали, что есть фашизм на деле. Но она была очень так решительно настроена. Но агитаторы, они своего добились, они всё говорят. Мы, полиция, вела себя хорошо, давайте всё прекратим. Что было бы, если бы на такое мероприятие присутствовала агитационная группа коммунистов? Они бы просто перехватили на себя руководство этим митингом и добили бы его Смольного. Но спросите вы, зачем это делать? С одной стороны у нас находится, с администрацией, с другой стороны правительства Санкт-Петербурга. Недалеко находится приём на губернатора. Если толпа полностью, она не понимает, что она говорит, и она не отражает, ну, она отражает, конечно, классовый интерес несознательной буржуазии, но никаких своих интересов она как-то не отражает. Ей просто интересно это делать. И если бы такая организованная группа довела бы людей до правительства, потребовала бы встречи с правительством и от своего лица, нет, от лица всего народа заявила, что правительство Санкт-Петербурга, или даже потребует, чтобы губернатор Полтавченко лично приехал, чтобы на законодательном уровне был закреплён, во-первых, в пределах Санкт-Петербурга 6-часовой рабочий день, и во-вторых, потребовать законодательного закрепления того, чтобы предпринимателей и администрация промышленных предприятий никаким образом не вмешивалась в политическую работу рабочих на предприятии, чтобы ЧОП и охрана предприятий не вмешивались в рабочее собрание, чтобы была разрешена открытая политическая и идеологическая агитация на заводах. Вот тогда бы эта толпа, которая проводила реакционный интерес мелкой буржуазии, а в конечном счете и крупной буржуазии, она бы выполнила прогрессивную роль. Там не было промышленных рабочих, там не было практически пролетариев, там, ну, молодежь была, студенты, школьники даже, которые, ну, как бы просто из какого-то такого, ну, навязанного, мнимой потребностями интереса приняли участие скорее в этом митинге. Они бы фактически выполнили прогрессивную роль. Нет, разумеется, они бы не стали движущим авангардом революционных преобразований, но социальное давление и политическое давление влияния они бы оказать смогли. И таким образом была бы достигнута одна из главных целей, которая на сегодняшний день ставит перед собой коммунистическое движение. Были бы созданы условия для политической агитации рабочих и условия для создания профсоюзов не тех ФНП, которые у нас сейчас остались с советских времен, а профсоюзов, рожденных классовой борьбой. И в конечном счете организации в Советах. Поэтому такие мероприятия игнорировать нельзя. Спасибо. Герасим Ивановичу за лекцию, потому что лекция, так сказать, насыщенная и профессоров у нас не так много, их надо ценить, холить и лелеять. Не заставлять читать лекцию. Нет, это просто надо. Для их же польза и развития. И чем больше, тем лучше. Иван Михаил Васильевич, видели, сколько в интернет выкрадывают? У него там каждый день поэта по 4 пары. Ужас. Да, ровесник мой. Ну вот, что здесь? Два слова допомнить немножко. Значит, идеологическая борьба, она распадается как бы на две составляющих. Это теоретическую борьбу и пропаганду. Пропаганда, ну, теоретическую борьбу как-то отдельно упоминать о ней не принято, но это идеологическая борьба. Пропаганда, она имеет свои особенности, тут свои умельцы есть, поставленная тут от голоса зависит, и от внешности, и от того, как человек себя держит, и как он говорит, тут социроновщина всякая. Но все-таки вот два слова о теоретической борьбе. Дело в том, что, во-первых, эта теоретическая борьба, она носит в настоящее время несимметричный характер. Потому что с нашей стороны это движение науки, развитие научное. А со стороны наших оппонентов буржуазных это развитие же научное. В свое время, когда зарождался в 17-18 веке, нынешняя буржуазная демократия, врасть капиталистов, она вроде бы своим знаменем делала науку в противовес феодальному религиозному мировоззрению. Но уже в первой половине 19-го века Маркс писал в «Капитале», что политэкономия нынешняя, она старослужанкой правящих красов, и работа, предшествия, предшествия капитала у Маркса называется «Критики политической экономии». То есть это нечто такое, что уже подлежало критике, и сама книга Маркса, между прочим, она не книга, там, благодаря революционеры. Это вполне такая научная книга, которую он писал по заказу британского экономического общества, и оно ему аванс заплатило, он со сроками тянул, они его там письмами бомбили, что вы давайте пишите скорее, или аванс возвращаете, или что-то мы другому поручим. И в «Капитал» бы другой кто-нибудь написал бы. Но в конце концов получилась архи-революционная книга всего чего? Всего вот научного слов взгляда. Затем буржуазия от Ашра, от Гравного в обществоведении вообще, это от красовой теории, потому что когда мы что-либо изучаем, чтобы мы не изучали, но красовое деление, оно лежит в основе, будь то химия с ее таблицей Менделеева, будь то биология с ее видами. Ну а здесь, так сказать, средний крас, ну это же чушь несусветная. Это как в биологии взять, там средний крас, там животные, которые 2 кг весят, налим, там кошка, собака маленькая, курица, все это по 2 кг, все это вот средний крас. Другое дело, что, конечно, если вы есть сильно хотите, то вас другое все не интересует, вам вот это 2 кг, а это полкирограмма, это имеет значение. А так-то это же совершенно видно, что это не научный взгляд, который не продвинет изучение дальше. Так что поэтому, вот совершенно верно, вот за вопрос задаваясь, какой целью Расторгуев проводил конференцию. Вот Владимир Петрович, в общем-то, на него ответил, что это цель была внедрения уже научных реакционных взглядов, а прикрытие их якобы научное, вот у нас наука большая, у нас конференция, а говорили там всякую чушь. Это вот очень характерно, я думаю, Владимир Петрович старкивался в своем фероссовском мире и в мире политэкономии, вот чушь явную говорят, явную несусветную чушь. Это вот двигают как науку, а мы, наше дело здесь двигать науку, и тогда вот мы добьемся революционных результатов, потому что наука сейчас вообще, говоря, она красная, революционные загадки не имеет. А вот что наука, на что здесь опираться? Вот опора все-таки марксистов, я еще раз скажу, это наука логики Гегеля. Вот вопрос о том, что вот он реакционный, идеалист, здесь надо различать саму науку логики. Но Гегель здесь говорит как, вот когда он ее замышлял. Вот есть мировой дух, он создал материю, и через познание этой материи он познает себя и возвращается к себе. А мы интересно говорим, что вот есть материя, материя породила такое деяние, как человеческий мозг, этот человеческий мозг познает и преобразует опять же материю. И все, больше здесь ничего для понимания понимать не надо. А остальное уже прирожение науки логики. Вот Гегель, как он понимал свою науку логики, как он ее привилегал к фирософии, праву, к истории, это, конечно, реакционная точка зрения. А вот как Маркс Эмбисом ее прирожили материалистически уже к истории, это вот прогрессивная точка зрения. А без диалектики никак. Без диалектики не поймет значение шестичасового рабочего дня. И многие наши товарищи хорошие это не вполне понимают. И они, так сказать, смотрят как? Они смотрят формально, логически, что, ну, вы хотите богаче жить, товарищи, можно больше работать для этого, правильно? А во время войны как работали? Если бы так во время войны работали, не победили бы. Я вам могу сказать, что, скажем, в Нейтросмаш, когда луноход делали, там ряд товарищей два месяца жили на казарме. Тоже вот уже в мирное время советское, конечно, 60-х годов. Ну, вот добились, и результат, так сказать, превосхитившийся и все. Но нельзя же сюда-то переносить. Сейчас наоборот все. Чем больше работаешь, тем хуже живешь. Потому что все, так сказать, у тебя нет времени развиваться, у тебя нет времени бороться, у тебя все отнимут. Не надо здесь мыслить о категории своего огорода, где ты в два раза больше эти картошки посеешь, так ты бог даст, если в два раза больше их соберешь. А может, и за тебя кто-нибудь соберет. Приедет там, когда тебя не будет, и соберет. Так что это вот не надо сюда переносить. И этого вот требования штичасового рабочего дня, который поднимет производство и проведет к росту благосостояния общества, и поможет рабочему красу взять в раз свои руки, то вот примет раздиалектичного воззрения. А и вот, скажем, недалеко два часа тому назад у нас была бурная дискуссия с Михаилом Васильевичем. Он мне еще, значит, говорил, что социализм – это бескрасовое общество. Я ему говорю, Михаил Васильевич, дорогой, но зачем вам так государству диктатуру пролетариатов и социализме? Государству – это же красовое понятие. Это если нет у вас красок, ну зачем оно вам? Михаил Васильевич и так мне и сяк, и вороны его, так сказать, разбивались о гранит моего непонимания. А потом он говорит, вот Иван Михаилович, а вот вы же и статью даже писали с авторствием со мной, это самое, там говорили, что противоречие социализма между его бескрасовой природой и наличием красок в первой его фазе. А если, как вы говорите, при социализме красок есть, он красовый, так тогда этого противоречия-то и нет, раз он, раз красок ему присуще. А так вот противоречие, это противоречие надо разрешать в сторону уменьшения красок. И социализм – это исчезновение красок. И вот тут вот так сказать и дошло, хотя вроде тоже и диалектикой занимаюсь, но тут вот и действительно, это очень сложный вопрос, на чем, в общем-то, Советский Союз во многом споткнулся. В ходе строительства нашего коммунистического у нас наступил перером известный, с которого времени красовое различие, это оно перестали уничтожаться красы, и красовые различия стали нарастать. И как говорит товарищ Сергеев, по-моему, году в 90-м, возможно, у нас есть человек с миллиардным состоянием. Это еще в советские времена было. Аксей Сергеев, профессор, я помню, это как-то так, это самое немножко. — Да, да, сейчас, значит. Ну и два слова буквально вот о том, что товарищ, вот, говори наш по поводу митингов. Вот я, например, не очень понимаю, как бы я пошел на такой митинг, скажем, с нашими газетами. Вот газета «Народная правда», где рассказывается про Российский комитет рабочих. На последней странице проект с Конституцией Советской России. Вот газета «Красный университет», где вот тоже пришли с собой рабочий день, про приближение зарплаты к уровню стоимости рабочей силы. Вот газета «За рабочее дело», где примерно о том же. Вот были бы эти газеты кому-то интересны на этих митингах, и брали бы их там. И, в общем-то, польза от этих митингов, конечно, есть. Они политизируют общество, и рабочие начинают интересоваться политикой, что кто-то там ходит по-нескому взад-назад. Это большой экзонанс был. И вот когда рабочие заинтересуются и выйдут, вот я думаю, тут надо, конечно, будет давить момент, и это нам прогадатно. — Спасибо. Гавшин Борис Николаевич. Мы очень хорошо, что в наших университетах рассматриваем все вопросы, и поэтому и Огородников Владимир Петрович всегда ждем с удовольствием, чтобы раскрыли. Он показал, что даже такой уровень, как многие профессора, доктора, вплоть до академиков российской академии наук, плавают по многим вопросам. Поэтому наш университет позволяет вот это более уточнить и где-то, может быть, раскрыть гораздо глубже и понять лучше, чем поняли до сих пор прославленные с титулами наши многие товарищи. Я действительно задал вопрос цель конференции, потому что вот Расторгуев Валерий Николаевич провел эту конференцию, а у нас много конференций, Гайдаровские форумы, там не только планшетики дают, столько всего дают. И тоже такие фуршеты хорошие, и тоже именитые со всего мира приезжают, очень все сильно. А какая цель Гайдаровских форумов, Расторгуевских, вот этих? Ну вот про Расторгуев я услышал. Сущность государства к столетию. Ну, сущность, это в первую очередь, конечно, они как-то не подходят к этому, как мы подходим, а это более правильно, что, конечно, классовый подход. И Ленин на этот предмет говорил, нет никакого народного, или диктатура одного класса, или другого класса. И кто этого не понимает, не только на трибуну, но и на собрание пускать стыдно. А здесь вот как раз вот это народное, и государство, конечно, или господствующий класс один, или другой. Так было при рабовладельческом строе, рабовладельцы, и был противоположный класс, был при феодальном, так при капиталистическом обществе есть буржуазия, есть противоположный класс, проветариат. А что касается коммунизма, то коммунизм, как известно, это бесклассовое общество. А социализм – это первая стадия коммунизма. Что предполагает? Что есть уже один класс, а другого класса, противоположного-то нет. Это как бы уже полу государства. Это и есть переходный период. Это первая стадия с отпечатками, конечно, предыдущего капиталистического строя. А что касается, вот действительно выступал, что вот на Невском шли. Ну, действительно, я согласен с Иваном Михайловичем, роль этих газет и выступлений в этой публике, идти в эту толпу, тем, кто ходит в эти университеты, зачем к этим присоединяться Навальным, я не понимаю. И то, что идут с плакатами фашизм, фашисты, руководители, я думаю, если кто даже нес плакаты, то спросить, а что такое фашизм, навряд ли по ней, наверное, ответили. А фашизм, я, поскольку это у нас университет, напомню, фашизм – это открытая туристическая диктатура наиболее шовинистических, наиболее реакционных элементов финансового капитала. Вот что такое фашизм. Поэтому вот так за ухо притянуть туда к фашизмам и пойти в эту толпу к Навальным – это совершеннейшая глупость, и так не надо делать. Спасибо. Спасибо. Последний выступающий – Тюркин Виктор Аркадьевич. Спасибо. Я думаю, что тема, она, с одной стороны, не позавидуешь, освети вопросы идеологической борьбы общей на современном этапе. А с другой стороны, она очень хорошая, потому что каждый может поговорить, найти там такой кусок. У нас все специалисты. Да, поэтому, Владимир Петрович, спасибо большое. А я хотел бы сказать, что по некоторым примерам в этом деле. Значит, мы все, в принципе, знаем, что в любом классовом обществе господствующей идеологией является идеологией господствующего класса. Сегодня просто удивляться не надо. Господствующая идеология буржуазная является. И те профессора, про которых очень хорошо рассказал Владимир Петрович, и мы упоминаем, большинство из них, в общем-то, они понимают, что делают. Говорят, что как же они плавают в таких простых вопросах. Они умело плавают. Умело плавают, умело приспасают, обслуживают умело. Потому что такова их сущность, классы этих профессоров. И вот они, так сказать, на это работают. И многие со знанием дела, скажем. Поэтому тот же Калашников, это еще из лучших, так сказать. Калашников. Да, лучший из худших, так сказать. Это раз. Второе. Значит. Очень интересно наблюдать. И, так сказать, можно делать определенные выводы. Значит, о том, как успешно занимает церковь позиции. Причем с помощью власти. Почему? Ну, что не терпит идеология пустоты. Потому что после того, как бросили тезис о том, что не нужно нам государственной идеологии. И в Конституции даже записали. То специально открыли ворота для того, чтобы это место занимали церковники. Причем с помощью власти. Значит, форсировано быстро, с материальной поддержкой. С много-много миллиардными вливаниями, с преференциями, вплоть до разрешения там беспошлой торговли. И спиртным, и табаком, и прочее-прочее. Все церкви. Но при этом сами церковники какую позицию занимают? Кто помнит конкурс теле «Имя России», да? Имя России. Значит, Жюганов защищает имя Владимира Чаленина. И тут же господин Гундяев, который работает патриархом, допускает себе, какой посадь? Чего там говорить о большевиках? Это люди, которые официально в своих программных документах отрицали всякую нравственность. И дальше пошел. С ним. И разговаривать нечем. При этом Жюганов молчит по этому поводу, а вспоминает, что о Ленине сказал Эйнштейн, что там Махатма Ганди, что там, ну и пошел-поехал. Это я к тому, что, значит, наши формы оппонирования, вот если бы на месте Жюганова был бы все-таки марксист, да, и так. Он сказал, что, слушай, батюшка, или отец, ты скажешь, и перекрестись здесь, и вообще, как не стыдно. Потому что Ленин свою знаменитую речь на съезде комсомола начал с того, что я буду говорить о вопросе о нравственности. Нас большевиков упрекают в том, что мы отрицаем всякую нравственность. Так ли это? И объясняем же. Нет, конечно. Мы отрицаем ту нравственность, которую нам пробуют поставить вне классов и спустить с неба откуда-то. А мы стоим на том, что нравственность – это понятие классовое. И поэтому мы в первую очередь смотрим на то, что полезно, что в интересах простых людей, трудящихся людей, то более нравственно и прочее. Вот о чем речь идет. Это я к тому, что здесь уже вроде происходит некоторая смычка, с одной стороны, идеология правящего класса и влияние в лице РФЦ. А с другой стороны, наших, так сказать, этих самых коммунистов, почвенников, патриотов, КПРФ, которые уже хвалятся, что у них до одной трети верующих партий. Это же ленинский подход. У Ленина тоже в партии верующих, он же разрешал тогда. Ленинский. Только, значит, при Ленине они верующих в партию для развития борьбы, так сказать, и из верующих коммунистов делали, а эти наоборот. Они из коммунистов делают верующих, которые не борются, а только, значит, слезы льют, просят их скорых молитвов, сейчас ведут в эту сторону. Но сложность положения заключается в том, что я, вот, когда нашел в руках, примерно год назад, готовясь к докладу, проводил сравнение. Наши мощности пропагандистские, наши, это я брал РПРФ, да, и КПРФ, и папа, и разы газет, так сказать, денежные возможности содержания, там, и прочее, прочее. И получалось, что мы им проигрываем в мощностях, в мощностях, примерно в 1500 раз, примерно. А может быть, сейчас уже и больше, поскольку они там денежные содержания будут. И вот в этом наша с вами сложность, потому что это мы КПРФ проигрываем. А КПРФ ведь она по сравнению с общей буржуазной машиной и прочей, прочей она... То есть они стреляют из тысячи стволов огромного калибра, а мы отстреливаемся вот небольшими теми, что у нас есть. Поэтому для нас, конечно, главный выход, это придерживаться все-таки научных позиций, потому что главный признак коммунизма – это наука, так? А в науке, значит, то, что объективно существует, то и побеждает, как они в конечном итоге. И относительно вот историков, с этой точки зрения вас научности, хотел один пример провести, посоветовать его использовать. Конечно, историки перестраиваются быстрее всех. Вот удивительные ребята. Значит, быстро, так сказать, умело, трактовки, вообще правильном определении было, что история – это сегодняшняя политика, обращенная взглядом в прошлое. А правда, правда, это та версия, которая на сегодняшний день устраивает тех, кто, так сказать, он сам трактует. Я к чему? Что вот настоящий ученый, к коим относится, несомненно, вот Петр Капецов, Никодемик, он, выступая на конференции, посвященной 100-летию Эйнштейна, с речью о роли науки в развитии общества, в прогрессе, когда коснулся дела общественных наук, значит, высказал мнение, что вообще общественные науки, в том числе история, науками стали только после того, как Маркс и Энгельсов открыли закон соответствия, значит, производственных отношений и строения общества к уровню развития производительных сил. Поэтому тех историков, которые пробуют оторвать вот эти процессы, да, материального производства и общественного устройства, ну, это не ученые, это, так сказать, те, кто так или иначе объясняют или обеспечивают сегодняшний существование. И вообще, замечательное такое есть ленинское высказывание, что любая беспартийность, надпартийность, когда речь идет о интеллигенции, прежде всего, это и есть скрытая, но принадлежность к партии ЦИП. Вот. В этом плане я недавно был на выставке, в манеже нашем, вот выставка была посвящена 85-летию Союза художников, Петербурга. Ну, такая большая выставка, значит, я не скажу, что она хорошая, значит, интересно отменять, что советский период, вот реализм советского, он почти полностью выпал. Почти. С редким, редким исключением. Много всякого там декоративного поддела, там, инсталляции всяких разных и прочее, если интересно и не очень. Но больше всего людей, вот, было у того стенда, где был политический плакат. Там, значит, больше всего людей с интересом рассматривали, и мнениями обменились, сфотографировали, все. В том числе, там, Геннадий Андреевич Дюганов с Патриархом, и, значит, Ленин, партия, РПЦ. Нарпись на плакате, да? Или, да, сказать, стоят. Гитлер с Маннергеймом перед фотографией доски Маннергейму. И Маннергейм, значит, Адольф говорит, Адольф, ты не беспокойся, скоро тебе тоже тут что-нибудь установят. Это я к тому, что в такие периоды, конечно, на первый план выходят, ну, вот такие, такое оружие, что ли, оно, которое не может быть не впрямую, но, так сказать, несет классовые позиции для понимания в таком заостренном виде. И в этом плане, я думаю, что вот заканчивая тот митинг, о котором упоминали в воскресенье, значит, не стоит игнорировать, потому что, в общем-то, выявили, конечно, эти массы и прочие силы, которые связаны и с Навальным, и с ЭКО Москвы, и с Госдепом и так далее, но выявили это тех, кто готов к этому-то протесту, кто недоволен сегодняшним днем, у кого чего-то там где-то, вот там присутствующие люди рассказывали, что орали чего угодно, какой лозунг не кинут, то, так сказать, подкидывает, что капитализм, дерьмо, это, да, и так далее, продолжать, конечно, в чате взять власть и субитингом, конечно, в чате взять власть над этим митингом. Я думаю, что это иллюзия, что можно взять власть над митингом и прочее-прочее. А вот вносить туда зерно сомнений и свои, и потом, даже если ты взял власть над этим митингом, ну и что, что ты с ним будешь делать? А вот закинуть туда зерно, чтобы они начинали думать, как чего, что Путин это воспитанник, Ельцина и Стан, кто его вытащил? Что Путина вытащил? Ельцин, так или не так? И что Навальный? Спасибо, спасибо. Борис Николаевичу Ельцин, что вытащил такого президента. Навальный, это самая подружка Путина, читайте, труды в России, там расписано. Виктор Междадьевич. Навальный, самая выгодная оппозиция. Навальный, Касьянов, Кайдаровская, значит, Чубайцевская сволочь, потому что на их фоне Путин молодец. И вы хотите, чтобы коммунисты не должны бояться и в массы и сталкиваться с массами. И не должны трактовать, что пока мы, так сказать, не сагитируем всех за 6-ти часовой рабочий день, там, они должны показывать, что Путин вместе с Медведевым, мы тут против Медведева, вместе, они себе подняли перед началом кризиса в 2,65 раза сразу себя окладой подняли. А где индексация людям? А где народу или у студентов где? Вот оно чего. Поэтому недовольство надо использовать в любом случае. А использовать так, не ходя туда, не глядя так не получается. Даже если это эрекционная толпа, эрекционный миг, все равно надо идти. Только не для того, чтобы их численность увеличивает. Да нас не дать немного, мы там увеличим. А для того, чтобы свою работу проводить. Брать листовки, брать, газеты, разговаривать. Как говорил покойный профессор Сергеев, упомянутый здесь Иван Михайлович, ты к народу приблизься, сходи с ним около пивного лагеря, постой, в баню сходи. Ну, митинг на митинге побывать. Тогда будет лучше понимать. Заключительное слово Владимиру Петровичу. Борис Николаевич, заключительное слово. Так, ну, спасибо большое, уважаемые товарищи, выступающие значительно расширили, дополнили, обнаружили еще какие-то моменты, по которым надо двигаться дальше. Проблема действительно многоплановая, с одной стороны широкая, с другой стороны вот нельзя эту ширину так вот расплываться, понимаете, будет этот плюрализм, которого терпеть не могу. Вот, есть такая точка зрения, есть такое, такое. Тут нужно глубину тоже выдерживать, поэтому надо ограничивать себя. Вот, как Гегель, кстати, нам завещал, кто хочет достигнуть чего-нибудь действительного, тот должен уметь ограничивать себя, пишет Гегель в введении к науке логики. Кому конечное слишком претит, тот не достигает ничего действительного и бесследно и сливает внутри себя. Мне эта фраза в юности так понравилась, что я вот выучил наизусть, на русском варианте. И вот это, в общем-то, руководство для всякой деятельности, в том числе и идеологической деятельности. Распыляться нельзя, у нас сил так мало. Вот, Виктор Акадьевич сказал, что по мощности это, конечно, уступаем. И тут, если мы будем распыляться, я думаю, что вариант надо бить, так сказать, очень точечными такими прицельными ударами по нашим идеологическим противникам использовать все формы и вот то, что там участие во всяких и действительно совсем реакционных или не очень прогрессивных даже конференциях, симпозиумах, сказать свое слово, там что-то такое, чтобы они, ну, не то, чтобы задумались, конечно, а чтобы они поняли, что есть другая позиция, которую они иногда не могут и опровергнуть, а свою доказать по отношению к этой позиции. Вот в чем дело. И действительно сказано правильно было, что за нами главная сила, коммунизм это научное учение и он во всех вот своих моментах это же ведь учение коммунистическое, не просто, так сказать, учение, которое можно свести там с политэкономией Маркса или как к учению научного социализма или там еще какие-то разделы, да, и они имеют подразделы, это очень многоплановое учение, обязательно, но сегодня должно опираться на силу науки, науки в широком смысле этого слова, не только общественной науке, потому что вот наши идеологические противники специально действительно используют вот эти совершенно абсурдные антинаучные взгляды для того, чтобы повлиять на определенную категорию населения, опустить это, и у них получается вот мощные средства массовой дезинформации, телевидение, интернет позволяет вот это, понимаете, когда начинают споры, а действительно мироточил этот самый Николай II, бюст уже, понимаете, я по этому поводу в интернете написал, что меня, как атеиста, оскорбляет подобного рода средневековые штучки, когда они пишутся, вот надо вставить вопрос в статье оскорблении чувства и достоинства человека с этой религиозной антинаучной пропагандой, это оскорбляет достоинства человека XXI века, это унижает человека до средневекового и ниже первобытно общинного состояния, вот надо ставить этот вопрос, понимаете, вот не только, так сказать, перед нашими высшими органами там бесполезно, но перед трудящимися, которые, чтобы вас унизили, вас опускают, вы видите, что вас превращают, чтобы потом вами управлять, по любому поводу, по поводу каких-то астрономических явлений, чушь какую-то пишут, понимаете, у нас уже, я это упоминал уже как-то в этой аудитории, что вы знаете, позапрошлым году опрос среди нашей молодежи показал, что примерно треть нашей молодежи уже не в Бога верит, а считает, что Земля есть центр Вселенной, вот плоды просвещения и нашего реформа образования, понимаете, вот реформа, это образование, это все тоже не глупость, это целенаправленные вот такие идеологические, теоретические удары, прежде всего по молодежи нашей, потому что чего по нам бить-то, да, если с нашего возраста кто-то до научного мировоззрения не дошел, да кому же ничем не поможет, а если дошел, то уже его ничем не повредишь, разве что голову проломишь дубинкой полицейской, вот по молодежи идет, и видите, я уже сказал, вот сколько верующих среди курсантов, военно-космической академии, черт возьми, извините за выражение, военно-космические веруют в Бога, понимаете, ну, ну, и это же ведь опасно, я в одной статье попытался доказать, опубликовали, не заметили статью вестники военной, вестники военного образования, представляете, опубликовал статью, где я пишу, что вот это насаждение клерикализма, это опасно для нашего общества в плане, ну, я доказываю, это я не буду, тут лекцию надо читать, в плане, так сказать, вот просто опасности со стороны внешнего врага, вероятного противника, понимаете, то есть, мы теряем вот эту безопасность, когда наши воины юные и не очень юные начинают уповать на Бога, да, а не на силу нашего оружия, понимаете, ну, вот, вот так вот, так что спасибо ещё раз, да. то есть, тема следующего занятия, следующий четверг, опыт профсоюзной борьбы за улучшение условий труда. Занятие проводит член российского профсоюза группиров Биряев Михаил Юрьевич. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...